Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Захра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. День Героев Отечества отмечает вся страна 9 декабря. О том, кто посетил школу номер 42 имени героя России Нурмагомеда Гаджу Магомедова, расскажем через минуту. Причины выясняются, очистка начинается. В Махачкале идет работа по сбору, вывозу и утилизации туш погибших каспийских тюленей. Лапки без документов. Сотрудники Ростельхознадзора на российско-азербайджанской границе задержали 4 фуры замороженных куриных лапок. Куда направлялся груз, смотрите в выпуске. Еще один дагестанец – потенциальный чемпион UFC. За титул в полутяжелом весе подерется Магомед Анталаев. 9 декабря в стране отмечается День героев Отечества. В этот праздник учрежденные в 2007 году отдают дань памяти не только героическим предкам, но и чествуют ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил всех, кто имеет непосредственное отношение к этой дате. И вот что говорится в поздравительной телеграмме. Мы дорожим именами дагестанцев, которые находятся в этом почетном списке, обладателей высочайших государственных наград. Их самоотверженность, смелость, верность, долгу служат нравственным ориентиром для нынешней молодежи. Ну а исполняющий обязанности мэра Махачкалы Резван Газимагомедов посетил школу номер 42 имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. И сделал он это вместе с матерью Нурмагомеда Сапижат Мазаевой. Напомним, в 2023 году в школе будет проведен капитальный ремонт. Сапижат Мазаева выразила надежду, что работы будут качественными и школа, которая носит имя ее сына, станет одной из лучших не только в городе, но и в республике. Городоначальник, в свою очередь, заверил, что лично проконтролирует весь процесс, вплоть до благоустройства пришкольной территории. Мне когда предлагали, мне предлагали, где назвали улицу, ту школу, новую школу. Я перевезла на 42-ю школу, потому что он здесь учился. И здесь о нем как бы знать. И хотелось бы очень, те, которые выделяют там, где-то вам, Эльмир Шаховдин, озвучила сумму, чтобы оно пошло целенаправленно и во благо. В школе, детям, чтобы оно было достойно. Обязательно. Чтобы это было во благо. Не куда-то, чтобы это, не какие-то карманы, не что-то было во благо. Раз такая школа, раз мой сын таким вот сделал, я хочу, чтобы она была достойной школой. Вот сейчас максимально внимания уделим благоустройству территории. Зеленая зона. Вот лэп, где проходил, там опять, я знаю, что лезут туда застраивать, никому не позволим. Только будут зеленые парки, скверы максимально. Это бардак, который у нас творится со стройками. Будет все, новый геймплан и все, что максимально возможно. Детские площадки, спортивные залы и скверы. Вот это наш приоритет будет создавать условия. Вокруг школы посмотрим, что можно сделать максимально. Это уже надо останавливать, вот эту застройку. Непонятно, мы вообще не даем детям, где развиваться. Каменные джунгли, эти высотки, коллапс какой-то мы устраиваем. Я когда, я строил эту школу. Экспорт туристических услуг. Кизлярские ножи, соки, колбасы, рис и многое другое. Все это вызывает интерес азербайджанских предпринимателей, прибывших в республику с четырехдневным рабочим визитом. Накануне делегацию бизнесменов приняли в мэрии Махачкалы. На встрече обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Азербайджанская делегация планирует посетить производственные предприятия на территории республики и уже по итогам визита подписать контракты и соглашения. Это вот такие проекты, конечно, с удовольствием поддержим. Да, проектов у нас очень много, стремимся, развиваемся. С нашей стороны даже подберем, если вам нужен компаньон, если вы сами найдете, серьезных партнеров мы вас можем, для таких крупных проектов мы вам подберем. Жилищные строительства тоже у нас сейчас хорошо идут, сейчас только комплексные застройки пойдут у нас, в том числе и школы, и садики, и поликлиники, и торговые центры, и жилье. Вот такие вот. Просто так точно сейчас давать, раздавать такое не будет уже все. Мы приостановили все эти, даже начатое приостановил. Сейчас проанализируем все, что начато и сделано. И будем цивилизованно, как Азбаку красиво строят. Постараемся на этот уровень выйти, чтобы было у нас не хуже. В Махачкале началась работа по сбору, вывозу и утилизации туш погибших Каспийских тюлений. Такое решение было принято после совещания, которое прошло в мэрии столицы. Мероприятие проводится по прибрежной территории, расположенной в черте города. Ну, пока эти ученые будут там разбираться, но Махачкалу и Каспийск дали решение очистить. Потому что если я сейчас начну гнить, это будет очень долго, и надо уже заняться очисткой. Чтобы вы сами понимали, это не наша функция. Скажем, у нас нет полномочий республики и города. Это чисто федеральные обязательства. Каспийское море – это федеральные мышцы, ну, акватория, скажем так. Берег тоже – это федеральная часть земли и имущества. Но, скажем так, ответственность у нас всегда есть. А вот полномочия, все дела, конечно, к нам не переданы. Поэтому ждать, если пока нам оттуда все придет, и деньги придут, и возможности будут у тех организаций, которые этим занимаются, тогда у нас будет здесь, может быть, другая экологическая проблема, связанная уже с заражением и так далее. Поэтому это наш город, наши земли. Поэтому за все, что происходит, мы с вами в ответственности. К работе привлечена вся мужская часть коллективов районных администраций и подведомственных служб. Они остались в стороне и волонтеры. Отметим, что на побережье Каспийского моря специалистами Минприроды республики было обнаружено 2500 мертвых нерв. Ученые продолжают исследование. Точная причина массовой гибели животных пока еще не установлена. 82 тонны замороженных куриных лапок из Ирана не попадут на прилавки магазинов Республики Беларусь. Сотрудники Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора на российско-азербайджанской границе задержали 4 фуры. У владельцев груза не было разрешительных документов. Производитель продукции не включен в реестр организаций и лиц, осуществляемых производством товаров, возимых на территорию Таможенного Союза. Помимо этого, в связи с регистрацией новых очагов высокопатогенного гриппа птиц в Исламской Республике Иран, еще в 2017 году Россельхознадзором были введены временные ограничения на экспорт всех видов птицеводческой продукции в Российскую Федерацию с территории Ирана, которые действуют по сей день. Машины возвращены на сопредельную территорию. Напомним, что это не первые попытки провоза через границу ветеринарного груза без соответствующих сопроводительных бумаг. Только за ноябрь на границе было приостановлено движение 8 большегрузов с общим весом продукции 158 тонн. Лидерство по количеству мелкого рогатого скота по-прежнему принадлежит Дагестану. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики. В ведомстве отметили, что в регионе насчитывается 4 млн 660 тысяч голов овец и коз. В этом показателе наш регион является абсолютным лидером среди всех субъектов России. Кроме того, Дагестан также занимает первое место по поголовью крупного рогатого скота и отдельно коров. Чуть больше 950 тысяч и более 470 тысяч голов. И о спорте. В эти выходные в UFC может появиться новый чемпион из Дагестана. За титул лучшей лиги мира в полутяжелом весе подерется Магомед Анкалаев. Соперником нашего бойца станет поляк Ян Блохович. Поединок возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе. Их бой пройдет 11 декабря в 6 часов утра по московскому времени. Магомеду Анкалаеву 30 лет. В ММА он одержал 17 побед и потерпел только одно поражение. В UFC дагестанский боец идет на серии с 9 побед подряд. А Муслим Гаджи Магомедов проведет поединок в рамках международного боксерского форма в Абу-Даби. 11 декабря серебряный призер Олимпиады 2020 встретится с испанцем Эммануэлем Рейесом, медалистом чемпионатов мира и Европы. Бой пройдет в формате 5 раундов по 3 минуты. Спортсмены уже встречались в 2019 году. В финале Европейской олимпийской квалификации в Париже сильнее был наш боксер. Таковы новости к этому часу. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин